здравствуйте сегодня у нас восьмая лекция по курсу математические модели биологии и сегодня мы будем с вами говорить о таком интереснейшем феномене как динамический хаос ну слово хаос оно имеет тоже этот термин оно имеет такое очень широкое значение и уже древние древние греки считали что из хаоса все родилось вот знаменитый поэт о виде на зон ну может быть вы помните из евгения онегина науки страсти нежной которую воспел на зон за что страдальцем кончил он свой век блестящий мятежный в молдавии среди степей вдали италии своей ну так вот древний римский поэт о виде на зон писал в своих метаморфозах не было моря земли и над всем распростертого неба лик был природы един на всей широте мироздания хаосом звали его нечлененные грубой громадой бременем костным он был только где собраны были связанных слабо вещей семена разносущные в купе таким образом греки и римляне считали что все родилось из хаоса из бесформенной совокупности материи пространства а именно это все упорядочилось и получилось получился космос но постепенно с приходом средних веков понятие слова хаос изменилось оно стало означать что-то более приземленные некоторые беспорядок неразбериху смешение ну и в общем быту так и понимается это понятие хаос здесь вы видите фотографию созвездий стрельца вот такой космос замечательный родился из хаоса значит мы с вами поговорим об основных понятиях представляющих динамический хаос в первую очередь поговорим об основных понятиях теории динамических систем мы с вами уже занимались динамическими системами дифференциальные уравнения разностные уравнения это все аппарат который описывает динамические системы мы поговорим также о предельных множествах и аттракторов мы с вами знаем аттракторы устойчивый узел устойчивый фокус и знаем аттрактор предельный цикл который соответствует колебаниям с постоянным периодом и амплитудой поговорим о странных аттракторах и связи с этим вот этих аттракторах этих областях в пространстве в которых как раз реализуется поведение типа динамический хаос ну и о размерности этих странных аттракторов и также поговорим о фракталах на этой лекции значит вот во многих природных явлениях наблюдается то что мы называем хаос это смерч я уже показывал эти картинки это явление сердечного ритма это некоторые процессы в химической кинетике и биржевые индексы тоже меняются как будто бы хаотически но здесь портрет нашего профессора физического факультета александра юрьевича лоскутова к сожалению рано скончавшегося который занимался всеми этими процессами на физическом факультете и у него была также группа в бразилии где у него были лаборатория где он работал и он читал лекции которые назывались очарование хаоса я рассказывал о том каким образом рождаются хаотические явления с чем это связано математику и так сказать эстетику динамического хаоса он кстати работал также с медиками много по описанию предсказанию сердечного ритма и по методам выхода из хаотического состояния но об этом мы еще с вами немножко поговорим значит вот биржевые индексы как они движутся как они меняются 15 год здесь такое неожиданное вдруг падение биржевых индексов вот кривая которая показывает биржевые индексы а именно индекс доу джонса во время великой американской депрессии ну все время ждали что будет какой-то подъем видите вот здесь вот реакции людей которые наблюдали этот рынок выросла в полтора раза одна следующая отлично новый бычий рынок на этот раз все будет по-другому но тем не менее все это кончилось плохо потом пошел рост как какими регулярными уравнениями можно описать такое поведение вопрос еще раз посмотрим на данные по заготовкам пушнины которые характеризуют численность животных с вами видели что рысь и зайцы примерно я показывал эти уже кривые примерно меняется колебательным образом с довольно сохраняющимся периодом все остальные здесь кривые андатра норка волк скунс они все в общем-то имеют характер скорее хаотический чем характер регулярных колебаний динамика численности плодовой мушки то же самое то есть природа нам демонстрирует очень много явлений которые похожи на хаос как бы непредсказуемо и до середины двадцатого века до последней трети двадцатого века не было таких простых базовых моделей которые могли бы описывать эти хаотические явления но и поскольку эти явления плохо воспроизводимы воспроизвести невозможно эти хаотические изменения численности предположим то они как бы выпадали из сферы науки потому что наука как мы с вами уже говорили она покоится на эксперименте и теории если эксперимент это очень важная вещь когда вы читаете какую-то экспериментальную статью там всегда есть раздел методы материалы и методы для чего он пишет он пишет очень скрупулезно точно написано каким образом проводились эксперименты какие брались материалы какими приборами проводилась регистрация для чего это делается это делается для того чтобы люди ученые лабораториях в других странах вообще любых лабораториях могли воспроизвести эти результаты которые получили авторы статьи если такое воспроизведение получается то тогда факты которые установлены были учеными опубликованы они признаются так сказать научными результатами а если их нельзя воспроизвести так тогда встает вопрос а почему у вас именно такой результат получился может быть вы там что-нибудь намухлевали и поэтому невоспроизводимые или плохо воспроизводимые процессы они как бы выпадали из сферы науки вот наука о хаосе она пояснила объяснила многие закономерности которые нельзя было прежде объяснить ну например такие явления как изменение погоды или землетрясения или сердечные фибрилляции их описать с помощью простых тем более линейных уравнений невозможно и поэтому они как-то выпадали из сферы классической науки тем не менее уже анри пуанкаре в книге наука и метод в 1908 году писал неустойчивых системах совершенно ничтожная причина ускользающая от нас по своей малости вызывает значительные действия которые мы не в состоянии предугадать предсказание становится невозможным мы имеем перед собой явление случайное то есть он уже думал о том как вот можно описать такие явления но его в общем такие недостаточно понятные более философские размышления долгое время оставались как-то не воспринятыми научным сообществом до тех пор пока не появились компьютер на самом деле и вот когда появились компьютеры вы видите это статья лоренца 1963 году появилась когда появилась модель первая базовая простая модель имеющая квазистохастическое поведение из каких соображений берутся такие модели как они могут получаться они получаются ведь в результате как мы видели же с вами занимались этим что базовые модели получается либо путем изобретения какой-то простой системы как это было случае красAKE Brand в случае упрощения более сложных систем реальных приведение их к простому модельному виду в данном случае к такому простому модельному виду можно привести И системы, модели, которые описывают конвекцию в подогреваемом снизу слоя жидкости, модель водяного колеса, одномодовый лазер, лазер, диссипативный осциллятор с инерционным возбуждением. Давайте посмотрим, какая же это система. Значит, мы видим x с точкой, с точкой это dx по dt, вы знаете, равняется σ умножить на y минус x, вообще линейное уравнение. dy по dt равняется rx минус y минус xz, вот она не линейность. И z с точкой равняется xy минус bz. Вот такую модель рассматривал Лоренц. И получал решение, видите, три уравнения, нелинейная система, она достаточно простая, но аналитически никак не решается. Он решал её на тех старых, довольно примитивных компьютерах. Ну и легенда рассказывает о том, что зазвонил телефон, а в те времена не было мобильных телефонов. Телефонный аппарат висел где-нибудь в коридоре или в гостиной стоял на столике. Лоренц пошёл к телефону, ответил, поговорил, вернулся, получил какое-то решение. Ну, он решил, что надо всё-таки проверить ещё разок. Этот сделать расчёт, сделал этот расчёт и получил отличающуюся траекторию. Он много раз повторял этот эксперимент, вычислительный, и каждый раз получал другое. Ну, сначала он был очень смущён этим фактом. То есть, получалось, как будто бы задача Каши, которая решается, когда существует система дифференциальных уравнений, начальные условия, как будто бы она имеет неоднозначное решение. И много раз проверял, может быть, плохой алгоритм счёта, там ещё что-то такое. Тем не менее, оказалось, что это так и есть. И вот он опубликовал этот результат в журнале атмосферных явлений. Journal of Atmospheric Science. Ну, ясно, что математики сначала вообще-то не читают такого типа журналов, прикладные. Но, тем не менее, через несколько лет всё-таки они прочитали, обратили внимание на эту статью. И тогда пошёл вал работ, посвящённых тому, что называется детерминированным хаосом. Ну, вот здесь нарисованы траектории. Траектории представляют собой такие два, как будто бы две спирали. И фазовая траектория перескакивает с одной на другую область. Вот такую сложную область. А здесь снизу написано значение переменных для модели одномодового лазера. Х – это амплитуда волн в резонаторе лазера. У – поляризация. З – инверсия населённых энергетических уровней. А вот эти коэффициенты, B и σ – это отношение коэффициентов релаксации и инверсии и поля к коэффициенту релаксации и поляризации. Р – интенсивность накачки. Ну, р – это более-менее понятно. А вот эти, вы видите, это, конечно, сочетание других параметров этой системы. Наше дело не разбираться в инверсии населённых уровней, а понять, как же устроены эти базистохастические системы. Ну, вот здесь изображены траектории системы Лоренца при разных значениях параметров R. Это вот то, что здесь показано. Это рассчитывал наш студент Игорь Федик. Один из прошлых курсов. Выпускник нашего факультета – это кафедра биофизики. Ну, когда он учился на втором курсе, вот он это нарисовал. Значит, поведение фазовых траекторий – это уже пространство фазовое трёхмерное, в отличие от того, как мы с вами изучали двумерные только системы. И здесь как раз они нарисованы при разных R, при разной интенсивности накачки этого лазера. Если R равна единице, то фазовые траектории сходятся к стационарному состоянию. Ну, и мы не говорим, что это устойчивый узел, потому что для трёхмерных систем уже нельзя таким способом характеризовать эти особые точки, как мы с вами это делали для двумерной системы. Обратите ваше внимание, что здесь как будто бы у нас они пересекаются. На самом деле это проекция, поэтому они пересекаются. Вообще фазовые траектории пересекаться не должны. Вот R равняется 10. Когда R равняется 10, то фазовые траектории сходятся к двум точкам, которые похожи на устойчивый фокус. Причём из разных областей фазового пространства они сходятся к разным устойчивым точкам. Вот это и это. Это разные проекции данного процесса. Но когда R становится равно 28, то фазовые траектории, откуда бы они с вами ни шли, из какой бы точки фазового пространства они ни шли, они сходятся в одну трёхмерную область. Вот эта трёхмерная область. Она здесь маленькая нарисована, она здесь побольше нарисована. Она имеет такой вид восьмёрки, немножко изогнутой. Она трёхмерная. Так что это бублик такой. Изогнутый бублик. И фазовые траектории, время от времени, они заполняют полностью внутренность этого кренделя. И время от времени перескакивают из одного в другую область. Значит, такая изогнутая восьмёрка. Поведение переменных во времени. Вот здесь изображено. Вот этот фазовый портрет. Ещё с другой проекцией. А вот поведение во времени этих переменных. Вы видите, оно такое носит действительно хаотический характер. Ну, ещё другие тоже проекции. Тот же Игорь Федик рисовал эти красивые картинки. Вот здесь заданы параметры. И равняется 28, S10, B8 третей. Таким образом, Эдвард Нортон Лоренц, видите, какой симпатичный человек, он оказался лидером, одним из основателей теории хаоса, который потом, как я уже сказала, изучался очень многими крупными математиками. Мы с некоторыми математиками, физиками, и представителями естественных наук. Мы с вами немножко с ними тоже познакомимся. Значит, во-первых, оказалось, что сразу стали искать этот хаос в других системах. И оказалось, что в очень многих системах, которые, когда они записаны в виде двух уравнений, они имеют колебательные решения, при добавлении третьего уравнения, они начинают демонстрировать некоторые решения в виде динамического хаоса. Но, конечно, как мы уже с вами разобрались, что для того, чтобы построить базовую модель, стараются как можно более простую модель предложить, которая, с одной стороны, очень простая, а с другой стороны, демонстрирует сложное поведение. Ну и вот, пожалуй, самая простая из таких моделей предложенных – это аттрактор Рёссера. Вот смотрите, здесь вообще единственный нелинейный член. х точка равняется минус х плюс у, у точка равняется х плюс альфа у, а з равняется альфа плюс з х минус мюз. И вот такой вот характер имеет в фазовой траектории, всё равно они имеют характер, ну, немножко похожи, конечно, на аттрактора Лоревица, но не совсем. И вот эти вот в плоскости находятся фазовые траектории, а это как бы перпендикулярно этой плоскости. Ну, не совсем перпендикулярно этой плоскости. Ну, в общем, всё равно это как будто бы нитки намотаны на какой-то изогнутую такую катушку. При этом хаотическое поведение возникает не из-за внешних источников шума. Здесь нет каких-то внешних источников шума. Не из-за бесконечного количества степеней свободы. Всего три степени свободы в системе Лоренца или в системе Рёслера. И не из-за неопределённости, связанной с квантовой механикой. Эти системы, которые здесь написаны, они чисто классические, там нет никакой неопределённости квантовой механической. Настоящая причина нерегулярности определяется свойством нелинейных систем экспоненциально быстро разводить первоначально близкие траектории в ограниченной области фазового пространства. Вот такое чёткое понимание, что же здесь происходит, оно было получено, в общем, в работах математиков. И в первую очередь в работе Синая, российского математика, который в Америке сейчас работает. Но мы к нему ещё вернёмся. То, что такие простые достаточно системы обладают таким сложным поведением, оказалось очень привлекательным. Как теория катастроф оказалась привлекательной для представителей совсем других областей человеческой жизни, так и вот это вот хаотическое поведение оказалось очень привлекательным для объяснения многих феноменов, которые люди наблюдали, но описать и понять, как-то представить себе не могли. Ну, я вам показывала и погоду, и землетрясение, но, конечно, у нас сейчас деньги правят человечеством, и поэтому люди, которые занимаются бизнесом, обратили на это внимание, на эту математическую теорию, и взяли её в свой арсенал методов получения больших прибыли. И об этом написаны даже книги людьми, которые, так сказать, на практике заработали огромное состояние. В частности, Насим Николас Талем, арабского происхождения, миллиардер, написал книгу «Чёрный лебедь», которая была очень популярной. Она с подзаголовком, под знаком непредсказуемости. Там говорится о том, что потребность в определённости – это естественная биологическая потребность человека. Но на самом деле даже в простых системах возможны вот такие непредсказуемые явления. И таким образом наша потребность в определённости, вот мы хотим, чтобы у нас была система линейная, и чтобы она имела единственное стационарное решение, и тогда будет всё хорошо. Мы тогда можем себе сделать прогнозы. Но это на самом деле, говорит Талеб, порог мышления. И интересно, что он приводит в своей книге, в общем, такой, где много рассуждений из его, так сказать, истории, создания его капитала. И по поводу вот того, что необходимо всегда предвидеть какие-то катастрофы, какие-то неожиданные явления. А вот эта вот картинка, мы сейчас её с вами увидим. Она на самом деле из представлений о бильярдах Синая. Ещё скажу, почему так называется эта книга. Дело в том, что раньше в Европе представление «чёрный лебедь» это было всё равно, что «белая ворона». То есть это синоним такой нелепости. А потом поехали англичане в Австралию. Ну, вы знаете, да, что Австралия была заселена заключёнными, которых привезли из Англии. Их там уж столько стало, этих заключённых, что для них места не хватало. Их отвезли в Австралию. И оказалось, что в Австралии очень много чёрных лебедей, что там для них, для Австралии это естественное состояние. И вот этим своим таким, такой метафорой Талиб хочет сказать, что на самом деле состояние неопределённости, состояние хаоса это естественное состояние в жизни. Ну, и так. Значит, что означает хаотическое поведение? Неустойчивость фазовых траекторий, рост малого начального возмущения во времени, перемешивание элементов фазового объёма и, как следствие всего этого, непредсказуемость поведения системы на больших временах. Ну, посмотрим, что же это такое. Это означает. Значит, как я уже сказала, эти явления наблюдал и изучал и описывал математическим образом Яков Григорьевич Синай, который был профессором Носковского университета Вихмата и занимался работами по теории динамических систем, по статистической физике. Ну, вот эти бильярды, которые он рассматривал, это как раз теория динамических систем, распространённая на более сложные объекты. В чём же дело, почему у бильярда Синайя? И вот эта картинка, которая была у Талеба. Дело в том, что если стенка у бильярда прямая, то угол падения шара на эту стенку равен углу угла отражения. И, собственно говоря, все бильярдные столы, они прямоугольные. И вот эти вот именно поэтому можно рассчитать, каким образом дальше шар будет себя вести. Но если стенка оказывается не прямоугольная, не прямая, то шар будет от неё отражаться, ну, например, вот, например, угол падения он равен углу отражения. Но если упадёт шар с очень минимальным отклонением, он отразится с некоторым отклонением тоже. И если эта стенка прямая, то отразится опять с тем же углом, с тем же отклонением. Но если это стенка, например, вот такая выпуклая, то тогда произойдёт нелинейное увеличение угла отклонения. И вот если все шары здесь падали с очень малым отличием своей траектории, первый раз это отличие немножко увеличилось, а второй раз уже эти траектории, когда отражаются второй раз от этой выпуклой стенки, эти траектории уже будут очень сильно отличаться. И именно об этом и говорится, что это экспоненциальное разбегание траектории. Ну, ещё раз напомню, что вот в таком бильярде с прямоугольными стенками угол падения равен углу отражения. И вот здесь нарисовано, каким образом отражаются эти траектории, они тоже будут сильно отличаться, но этот мы можем рассчитать, это отклонение мы можем рассчитать. значит, ещё раз, нелинейность является необходимым условием существования детерминированного хаоса. Конечно, это не означает, что в любой нелинейной системе из трёх уравнений будет детерминированный хаос. А нет таких, мы уже с вами, когда говорили о колебательных системах, мы уже говорили, что в отличие от систем линейных, где можно указать все типы поведения вокруг стационарного состояния, уже даже для колебательной системы, для нелинейной системы нельзя этого сделать, потому что нет таких регулярных методов, которые бы позволили нам найти траектории, соответствующие предельному циклу. Для систем, демонстрирующих детерминированный хаос, ещё сложнее такое сделать. Тем не менее, эти существуют методы, и в поиске ведутся методов, характеристик или предсказаний, какие можно вообще сделать предсказания, если имеет, если система имеет вот такой квазистохастический характер. Можно ли что-то сделать? Ну, кое-что можно, но не очень много, надо сказать. Ещё раз здесь подчёркивается, что линейные дифференциальные разностные уравнения не приводят к хаосу. Вот здесь книги по детерминированному хаосу. Одна из последних книг Томпсона и Стюарта нелинейной динамикой хаоса. Это очень хорошая книга, она у нас не переведена. А вот книга Шустера «Детерминированный хаос» переведена была в издательстве «Мир», но это уже в издательстве Вайли «Видение в детерминированный хаос» Шустера и Джуста. Это уже одно из следующих изданий. Вот здесь написано «Форс», четвёртая «Ревайз» и «Энтенлач Трендишн». Обратите внимание, что мы всё время говорили о детерминированном хаосе. Не просто о хаосе, а о детерминированном хаосе. Что мы имели в виду? В чём здесь дело? И вообще, что такое детерминированная система? Мы с вами имели дело всё время с детерминированной системой. Детерминированная это система, в которых однозначно задан закон изменения системы с течением времени в виде дифференциальных уравнений, формул, матриц, чего угодно. Детерминированность означает, что зависимость будущего состояния хаосе можно записать в виде хаосе равняется f от х функции от х от т нулевого. То есть f это детерминированный закон, или математики говорят, оператор, который осуществляет срого однозначное преобразование начального состояния в будущее состояние для любого т больше т нулевого. но мы с вами в нашем курсе по всякому случае с тремя способами такого описания сталкивались уже. Это дифференциальные уравнения, обыкновенные дифференциальные уравнения, они у нас были даже автономные. Второй тип описания это дискретные уравнения, вот дискретные уравнения Верхюльстова изучали. И третий матричные системы мы с вами возрастную структуру популяции описывали с помощью матриц. Там тоже такой закон, который описывает состояние вектора в момент времени t через момент времени t минус 1, t минус 2 и так далее. То есть дана была рекуррентная формула, рекуррентный закон, который позволял от начального состояния последовательно перейти в любое последующее состояние однозначным образом. Значит, это и называется детерминированным. Ну, я напомню, что вот мы же с вами смотрели квадратичное отображение, оно дает нам детерминированный закон t плюс 1 через nt. И тем не менее, уже в нем мы видели, что при больших значениях а, там больше трех с чем-то, возможно вот такое вот неопределенное поведение, а именно вы задаете совсем мало отличающиеся начальные значения, но из-за экспоненциального экспоненциального разведывания траекторий решение у вас получается совсем не похоже. Ну, я думаю, что вы это видели в виртуальной лаборатории или сами программировали эту систему. То же самое мы видели в дискретном аналоге логистического уравнения. Здесь уже немножко слабее, здесь экспоненты, но суть от этого не меняется. при некоторых значениях вот здесь они выписаны 3 и 102 решение зависит от начальных условий и существует теорема Шарковского, которая показывает, что там в наличии имеются трехточечные циклы, то есть каждое третье решение повторяется и квазистахастические решения. Еще раз напоминаю, что здесь реализуется так называемый сценарий удвоения предельного цикла. Что здесь происходит при изменении параметра? При малых значениях параметров от 0 до 2 решение устойчиво, при этом решение монотонное, если r от 0 до 1 меняется, вот такая кинетика, и если от 1 до 2 r меняется, то у нас получается устойчивое колебание, то есть сначала как бы колебание происходит, то уменьшение, то увеличение значений численности, а потом они выходят на стационарные значения. при r от 2 до 2 и 526 возникают двухточечные циклы, то есть сначала имеется какой-то переходной период, а потом решение начинает, каждое второе решение начинает повторяться, и это уже стационарный режим. При r меняется от вот этого 2 526 до значения rc, а rc мы знаем у нас 3 102, появляются циклы длиной 4, 8, 2 в степени rc, вот пример таких циклов, здесь изображен четырехточечный цикл. Наконец, начиная с 3 102, c равняется, решение зависит очень существенно от начальных условий и могут возникнуть квазистохастические решения. Но это все у вас вы на семинаре это все изучали и знаете, что в таком если описывается процесс таким уравнением, то вы можете в нем получить вот такой вот набор с изменением параметров, такой набор типов поведения во времени системы. ну и я вам показываю также, что это сценарий перехода к хаосу через удвоение предельного цикла, он вообще очень часто наблюдается, мы сейчас с вами столкнемся с такими моделями, которые описывают взаимодействие видов популяции, но вот когда вода течет из корана, там тоже происходит такой переход к хаосу через удвоение периодов, вообще было исследовано уже математиками, что существует несколько таких сценариев, например, в системе Лоренца переход к хаосу происходит не через удвоение предельного цикла, а через так называемую перемежаемость. А сценарий удвоения предельного цикла мы с вами видели еще вот на такой бифрукционной диаграмме вот это значение R R1 когда происходит переход к двухточечному циклу вот в этом интервале двухточечный цикл потом дальше четырехточечный и так далее здесь вот хаос а это так называемые окна регулярности то есть есть такие промежутки значений параметров где система опять начинает демонстрировать не хаос то есть зависимость от начальных условий пропадает и возникает например двухточечный цикл для того чтобы характеризовать систему в смысле ее устойчивости вот в таких системах где возможен хаос вводится некоторая характеристика которая называется показатель липунова и она характеризует устойчивость траектории ну мы с вами имели характеристическое число липунова для уравнений для двух дифференциальных уравнений и там вот это е в степени лямбда мы искали решение и вот этот показатель лямбда нам характеризовал устойчивость потому что если он был положительный то система была неустойчивая экспонента росла а если он был отрицательный то у нас устойчивая была стационарная точка так вот вводится также показатель липунова который характеризует устойчивость траектории он уже выражается по-другому это предел от логарифма значения у и от t делить на t минус t нулевое то есть длина траектории при t стремящемся к бесконечности если предел этот больше нуля то тогда вдоль каждой траектории для каждой траектории берется такое лямбда если он больше нуля то система неустойчива а если меньше нуля то система устойчива ну и вот здесь для этой бифуркационной диаграммы показано как ведет себя показатель по-моему он отрицателен до точки бифуркации в точке бифуркации он равен нулю потом дальше он отрицателен опять вот здесь вот в этих областях отрицательный а где хаос где хаотические решения он положительный и вы видите что для этой бифуркационной диаграммы есть области где он становится отрицателен ну здесь вот как раз написано что что такой липуновский показатель это усредненное вдоль исследованной траектории значение действительной части собственного числа матрицы линеаризации и устойчивость траектории полипунова означает что произвольное начальное возмущение в среднем вдоль траектории не возрастает ну и для этого важно чтобы спектр лепуновских показателей не содержал отрицательных показателей положительных показателей то есть все были отрицательные или равными а если положительные есть то тогда система неустойчива ну и еще несколько слов об устойчивости и неустойчивости движения значит мы с вами изучали устойчивость полипунова для устойчивости полипунов движения малое начальное возмущение не возрастает мы с вами говорили об устойчивости стационарного состояния а здесь речь идет о устойчивости траектории движение устойчивое полипунова если для любого эпсилен больше нуля можно указать такое дельта что для всякого движения для которого х от т минус х звездочкой это движение с которым сравнивается от т меньше дельта при всех т больше т нулевой выполняется неравенство что вот это вот движение которое характеризует после отклонения от траектории минус х со звездочкой от t меньше эпсилен значит суть заключается в том что если малое возмущение движение не сильно уходит от первоначальной траектории то оно то движение такое устойчивое а если мы немножко отклонимся от траектории и уходит совсем далеко значит движение неустойчивое в общем естественно такое представление но существуют и другие понятия устойчивости отличные от устойчивости полипуновых например устойчивость по пуассону предполагает что соответствующая фазовая траектория не покидает ограниченной области пространства ну и вот получается что например предельный цикл представляет собой устойчивое движение потому что фазовые траектории при отклонении от нее не покидают область фазового пространства ну и понятие аттрактор теперь давайте еще раз вспомним значит аттрактор у нас был устойчивая точка или устойчивый узел или устойчивый фокус или устойчивый предельный цикл значит если все точки множества в будут принадлежать л при тремящем все бесконечности то л притягивающий предельное множество или аттрактор а в это бассейн притяжения аттрактора то есть как река собирает свои воды с какого-то бассейна так же эти аттракторы будут если же все точки множества будут если все точки множества в будут принадлежать л при т стремящемся к минус бесконечности то есть они все уходят то л отталкивающее множество и называется репеллер неустойчивый узел неустойчивый фокус неустойчивый предельный цикл это пример репеллера ну и наконец бывает седловое множество которое состоит из двух подмножеств один из них аттрактор другой репеллер тогда мы получаем седловое множество так вот классифицируются все типы поведения вот здесь показаны еще одни примеры седловых множеств это так называемое седло фокус действительно седло мы с вами видели на плоскости это обыкновенное седло а в трехмерном пространстве возможны такие типы фазовых траекторий вот они здесь показаны которые называются седло фокус когда с одной стороны фазовые траектории сходятся а с другой стороны они расходятся от вот видите вот по этой плоскости фазовые траектории раскручиваются от седла а здесь они сходятся вот это называется седло фокус это тоже седловое множество а вот здесь на этом примере наоборот здесь показано что здесь фокус в этой плоскости фокус устойчивый а здесь траектории расходятся ну вот это конечно очень уже трудно представить себе такие траектории почему здесь они пересекаются потому что это проекция на плоскость но тем не менее вот такого типа седловые множества тоже могут существовать ну и еще наконец понятие диссипативной системы значит что такое диссипативная система как раз аттракторы существуют в диссипативных системах и это связано со свойством сжатия элементов фазового пространства под действием оператора эволюции действительно вот возьмем в фазовом пространстве какой-то ну трехмерное если фазовое пространство кубик и возьмем разные траектории которые в этом кубике начинаются из разных точек этого кубика если в этом пространстве имеется точка покоя то все эти траектории сойдутся в точку покоя значит как бы получается что этот кубик по мере движения системы он уменьшается в своем объеме сжатие фазового объема если у нас имеется предельный цикл то тоже происходит сжатие этого кубика и в конце концов он превращается в линию он может также превращаться в двумерный тор и наконец он может обращаться в область фазового пространства которая называется странным аттрактором сейчас мы немножко поговорим об этом странном аттракторе вот на этом слайде представлена сжатие элементов фазового пространства радиуса эпсилен ну вот это первое положение этого фазового пространства на устойчивый предельный цикл вы видите вот это вот через определенные промежутки времени мы смотрим куда попала фазовая траектория в таком пространстве и что же оказывается что вот возьмем мы начальные значения фазовых траекторий из такого вот элемента фазового пространства радиуса эпсилен из одной точки из другой из третьей куда и посмотрим куда эти точки попадут через определенный интервал дельта т и где они окажутся во второй момент времени фиксированной нами вот они оказались здесь потом дальше мы смотрим куда попали фазовые траектории взятые из разных элементов этого объема фазового пространства еще через такой же интервал времени вот они оказались здесь еще посмотрим интервал времени четвертый момент времени они еще более тесно сгруппировались пятый шестой и так далее и дальше они все уже оказываются на одной линии которая представляет собой замкнутую изолированную фазовую траекторию предельный цикл это результаты компьютерного моделирования системы здесь вот выписаны эта система исследовалась является тоже базовой моделью хаотического поведения и она исследовалась в группе профессора Анищенко профессора Саратовского университета Владимир Семенович это очень такая известная школа они вместе работали с немецкими с американскими учеными и он является автором и соавтором нескольких книг по нелинейной динамике значит вот это вот система уравнения ну как вот вы видите что здесь что он вообще-то специалист по радиофизике и вот эта вот система уравнений она исследовалась в лаборатории профессора Анищенко не только с помощью решения системы дифференциальных уравнений но и как радиотехническая система то есть с помощью аналоговых методов моделирования вот и это как раз ток и он равен единице при х больше нуля и нулю при х меньше либо равно нулю вы видите здесь или сжатие фазового объема а вот если мы с вами возьмем ту же самую систему но возьмем значение параметров другие вот здесь указаны какие значения то мы увидим что фазовые траектории вовсе не сходятся к какому либо трактору они образуют вот такой вот вроде клубка ниток вот такую вот конструкцию то есть демонстрирует детерминированный хаос такого типа много разных систем исследовалось и вот еще та же самая система Онищенко где показана как раз эволюция фазового пространства в такой системе где вообще говоря существует странный аттрактор ну посмотрите как здесь происходит вот наоборот начальные условия взяты внутри этого странного аттрактора вот взят какой-то небольшой объем под номером один через определенный интервал времени фазовые траектории оказались сжаты еще в более маленький объем потом через некоторое время я повторяю как проводится эксперимент начальные условия берутся внутри вот этого фазового объема из этого фазового объема берется предположим 10 разных начальных точек и смотрится куда пришли траектории вот они пришли сюда через еще один временной интервал такой же они пришли вот в эту область 3 потом в область 4 потом еще прошло определенное время они оказались в области 5 6 7 8 и когда наконец уже 9 через 9 интервалов они оказались заполняют вот такую вот практически всю весь объем вот этого вот странного аттрактора почему этот аттрактор называется странным потому что он это конструкция это тип динамического поведения кардинальным образом отличается от того поведения которое мы видели для обычной детерминированной системы описываемой дифференциальными уравнениями и как я уже вам говорила открыли это все это только во второй половине 20 века хотя с дифференциальными уравнениями люди занимались уже в течение нескольких веков конечно это открытие было очень интересным для изучения и было установлено что хаотическое поведение демонстрирует какие математические объекты во первых системы трех и более автономных нелинейных дифференциальных уравнений во вторых такого типа аттрактора возможно в системах двух неавтономных дифференциальных уравнений например такие аттракторы можно наблюдать при периодическом воздействии на колебательную систему ну мы с вами прошлый раз изучали колебательную систему и знаем что для биологии для биологических систем как раз периодическое изменение очень характерно и модели гликолиза и модели фотосинтеза и модели кальциевой регуляции представляют собой систему которая демонстрирует периодические изменения величин наблюдаемых величин и оказалось что если эта система еще более сложная то есть ее можно описывать с помощью либо трех и более нелинейных дифференциальных уравнений либо двух неавтономных то есть параметры на самом деле тоже обладают какой-то колебательной активностью то в такой системе уже наблюдается хаотический режим но вы понимаете что наши все биологические системы конечно они очень сложные и конечно их описание с помощью двух дифференциальных уравнений это большая натяжка это большое упрощение то есть по сути дела оказывается что большинство или все может быть даже биологические системы так или иначе в разных интервалах изменения параметров могут демонстрировать динамический хаос ну и так в общем-то люди стали наблюдать стали рассматривать модели добавлять еще одно уравнение или дополнять внешние воздействия и увидели что действительно это так но мы видели что дискретные системы могут демонстрировать квазистахастическое поведение и квазистахастическое поведение могут демонстрировать системы запаздывания по сути дело добавление запаздыванием в каком-то смысле эквивалентно дополнению добавлению в системе дополнительных перемен и тогда мы переходим например вводя запаздывание в систему из двух уравнений, мы получаем как бы систему уже из трёх или более уравнений. Или вообще непрерывную систему, которая тоже демонстрирует динамический хаос. Мы об этом поговорим ещё немножко позже. Вот примеры. Этот пример вы знаете, уже он вам в зубах навяз. Переход к хаосу через удвоение периода в простых системах, описывающих дискретное уравнение Ферхюльста или, как я уже говорила, капли, которые падают из крана. Ну, что ещё посмотрим? Те уравнения, которые мы уже с вами изучали. Уравнение гликолиза. Безразмерные уравнения гликолиза здесь выписаны. Они получаются при описании системы, где глюкоза переходит в фруктоза 6-фосфат, потом фруктоза дифосфат, и Y активирует вот этот вот переход из 6-ф дифосфат. Ну, мы помним, что можно привести к безразмерному виду, и при этом коэффициенты, которые здесь существуют, они будут выражаться в виде некоторых сочетаний коэффициентов элементарных реакций, входящих в эту систему. И мы с вами говорили о том, что эта система даёт при разных значениях параметров, она может давать либо устойчивый узел и такое простое поведение перемены, либо устойчивый фокус и тогда затухающие колебания, либо происходит бифуркация хопфа, переход из устойчивого фокуса в неустойчивый фокус и рождается предельный цикл. Вблизи этого рождения предельного цикла колебания переменных будут практически гармоническими, то есть похожими на синусоидальные. А когда мы уже уйдём далеко от значений точки бифуркации, то тогда эти колебания приобретают такой вот уже не синусоидальный, а с плоским, например, плоским дном этих колебаний или с такие пилообразные колебаниями. Но предельный цикл при этом остаётся, но имеет вот такой треугольный цикл. Так вот, оказалось, что при добавлении периодического притока в такую систему, вот в такой форме, мы можем наблюдать квазистохастические изменения. Это из статьи научной, а вот это вот наблюдённые колебания, которые получаются, если в систему, где происходит гликолиз, субстрат добавляется периодическим образом. То есть эти квазистохастические колебания, они реально наблюдаются в системах. Одной из таких первых работ, в которой были показаны квазистохастические колебания, в системе взаимодействия видов была работа Александра Дмитриевича Базыкина с сотрудниками Елены Апонина и Юрия Апонина. В 85-м году они, одни из первых, получили квазистохастические колебания в системе взаимодействия видов. Что это за система? Эта система описывает взаимодействие двух жертв и хищников. Значит, У1 и У2 – это численности жертв, У3 – численность хищников. Ну, здесь вот эти вот цифры 4, 6, 10 – это подобранные параметры для того, чтобы удобнее было работать с этой системой. Значит, какие члены здесь что характеризуют? Во-первых, У1 – это значит жертва, одна из жертв, она растет экспоненциально с постоянной скоростью. Минус У1 в квадрате – ферхюльстовский член, самоограничение численности, минус конкуренция, 6У1 на У2, конкуренция с другой жертвой, и минус 4У1 на У3 – это результат хищничества, выедается. Для второй жертвы уравнение сходное, рост пропорциональной численности, минус У2 – ферхюльстовский член, самоограничение, минус конкуренция У1 на У2, и минус поедание хищником. Ну, здесь, видите, коэффициент больше, то есть хищник предпочитает именно эту жертву. А что же для хищника мы имеем? Хищник прирастает, поедая жертвы, У1 и У2 минус вымирание хищника пропорционально его численности и минус самоограничение хищника минус У3 в квадрате. Значит, вот эта система была рассмотрена авторами, и оказалось, что в этой системе наблюдается тот же самый сценарий удвоения предельного цикла при изменении параметра. При уменьшении параметра скорости роста первой жертвы, скорости роста А1, наблюдается усложнение траектории последовательного удвоения предельного цикла. Вот предельный цикл здесь, видите, такой не совсем простой формы. Происходит удвоение этого предельного цикла, потом 4, и, наконец, уже траектория представляет собой хаотическое. Вот в этом пространстве траектория демонстрирует хаотические поведения. И после вот этих первых работ в этом направлении было сделано довольно много других. И в том числе такие траектории демонстрировали модели замкнутых экосистем. Вот это целая такая отрасль и такая область динамических моделей, популяционной динамики, которая очень оказалась продуктивной. Оказался такой подход. Описание этих систем, этот подход предложил Вячеслав Викторович Алексеев, профессор физического факультета, он и на геологическом факультете тоже работал, занимался динамикой процессов замкнутых экосистем, и возобновляемыми источниками энергии. Вот это он был такой большой энтузиаст в области разработки такого типа системы. Здесь у нас есть гидрофизический корпус по направлению, если вы пойдете к институту механики. Вот. Последние несколько лет он как раз заведовал этим корпусом и этой тематикой. Я здесь просто цитирую очень хорошую книжку, которую он написал совместно со своими учениками, Крышевым и Сазыкиным. Она называется «Физическое и математическое моделирование экосистемы». Там очень много интересных моделей и размышлений по поводу создания возобновляемых источников энергии. У него есть и книга дополнительная, специальная по этому поводу. Значит, в чем заключается вот этот подход замкнутости к замкнутым экосистемам? А очень часто можно экосистему рассматривать как замкнутую. Подход заключается в следующем, что рассматривается, по сути дела, не биомассы, а содержание какого-то вещества, ну, например, фосфора. Азот не очень хорошо, потому что азот из воздуха может растениями или водорослями поглощаться. А если вы рассматриваете какое-нибудь другое питательное вещество, то может быть это замкнутая система. Ну, и замкнутые системы, конечно, искусственные экосистемы, теплицы, всякие. Их можно тоже рассматривать как замкнутые по определенным веществам. И если это так, то тогда сумма этого вещества, который содержится во всех трофических уровнях, начиная там от продуцентов, ну, можно начинать от любого, но можно начинать, например, от продуцентов, консументы первого, второго рода, там, растения, растения поедаются мекопитающими, травоядными, потом над ними хищники. То есть консументы могут быть двух и даже трех уровней. Опад листьев, редуценты, которые поедают этот опад и перерабатывают его. И почва атмосферной газы или биогенные вещества водоемов тоже представляет собой некоторый резервуар этих питательных веществ. И тогда сумма этого вещества, содержания этого вещества во всех этих уровнях трофических, включая редуценты, опад, а также включая те вещества, которые содержатся в окружающей среде, почвах, в атмосфере, в водоемах, в сумме они составляют постоянную величину. И это, конечно, очень сильно упрощает рассмотрение системы, потому что в ней появляются законы сохранения. Вот такого типа системами занимался Алексеев и его сотрудники. Ну, например, когда существуют растения, травоядные и хищники, то для них можно записать такую систему дифференциальных уравнений. И вот здесь значит три трофических уровня и это для содержания вещества в почве. Значит, четыре уравнения. И оказывается, что для этой четырех, для системы этих четырех уравнений можно найти режимы, в которых система ведет себя квазистохастическим образом и найти области параметров, изменения параметров, где система именно ведет себя стахастическим образом. Ну, вот, опять же, одними из первых работ, это были работы Алексеева с его аспирантом Александром Юрьевичем Лоскутом, который потом был профессором физического факультета, я уже на первой лекции вам показывала его, потому что он был очень яркий такой человек и занимался проблемами хаоса в сложных системах, а вот его аспирантская работа была посвящена как раз изучению области стахастичности для системы описанной с помощью моделей Алексеева, формализма моделей для замкнутых систем. И эта система содержала два хищника и две жертвы, то есть этих трофических пирамид было две. И вот здесь показана параметрическая диаграмма того, где, в каких областях изменения параметров возможны стахастические режимы. Вы видите, что эти области достаточно сильно изрезаны. Вот мы с вами видели бифургационные диаграммы для дискретных моделей, они тоже были такие довольно непростые. Вот это вот свойство этих квазистохастических систем. И по всю пору в общем непонятно, каков смысл для природы, для реальных систем в том, что существуют эти области стаха и стахастики и в том, что их границы в параметрическом пространстве столь изрезаны. Ну, вот здесь вот у меня ещё есть книжка Лоскутова Михайлова «Основы теории сложных систем». Это очень хорошая книга, в которой излагаются проблемы, связанные и с хаосом, и с неустойчивостью, и на разных примерах это излагается, поэтому, если кто-то из вас интересуется, то я очень рекомендую эту книгу, её можно тоже найти в интернете. В конце сегодняшней лекции мы поговорим с вами о объектах, которые называются фракталами. Автор термина фрактал Бенуа Мандельброд, французский и американский математик, который работал сначала во Франции, потом, после войны, он в Америку переселился, и который очень много размышлял над тем, что геометрия реальных объектов, таких как облака, таких как, например, ветки или листья на деревьях, она очень специфическая. И вот самой знаменитой книгой Мандельброд является книга фрактальной геометрии природы. Здесь вот ее обложка, она выдержала огромное количество изданий на разных языках. Именно он придумал это понятие фрактал. Фрактус латинское это сломанный, разбитый. О фрактальных множествах и их связи с хаосом, со степенными рядами можно прочитать в книге Шрёдера. Это очень хорошая книга, Кроме того, есть книги Мандельброда Фракталы и Хаос. Множество Мандельброда и другие чудеса. Книга Федора Фракталы. В общем, это, конечно, такая очень привлекательная и загадочная область. Хотя это слово тоже распространилось и фрактальные изображения вошли в рекламу и вообще в изобразительное искусство тоже. Но, тем не менее, на самом деле, это очень большое расширение наших представлений об окружающем мире. Это совершенно другая геометрия. С чего обычно начинаются эти книги? С обсуждения того вопроса, что не всегда легко ответить на такой простой вопрос, например, какова длина береговой линии в Норвегии? Ну, в Норвегии, вы знаете, там фьорды такие, там очень изрезанная береговая линия. Можно рассматривать и береговые линии не такие экзотические, но в любом случае, если вы будете пользоваться разными измерительными инструментами, то вы получите разную длину этой береговой линии. Ну, например, если вы будете измерять линейкой, просто прикладывать ее к какой-то изрезанной поверхности, если эта линейка, ну, сколько раз приложили, потом умножили на длину самой линейки, и получили в общем длину той линии, которую вы измеряете. Но если вы возьмете, если линия изрезанная и вы будете прилагать линейку меньшей длины, то вы получите большую длину этой общей, общей длину этой линии. умножите длину линейки на количество, сколько раз вы ее приложили, и получите большую. То есть зависит от измерительного инструмента, который вы используете. у вас длина береговой линии будет меняться. Можно по-другому измерять береговую линию, а именно накладывать квадраты. Вот как здесь накладывать количество квадратов, умножить на площадь этого квадрата, а потом извлечь квадратный корень и получить длину береговой линии. Но здесь получится обратная ситуация. Чем больше квадраты вы будете брать, тем больше у вас будет длина береговой линии. Вы будете уменьшать эти квадраты, и длина береговой линии у вас все время будет изменяться. Так вот, ну здесь целый ряд ученых работали, и в том числе Мандельброд. Можно показать, что вот такого два типа измерений, они сходятся к одному и тому же пределу. Если вы будете устремлять длину линейки к нулю, или если вы будете устремлять площадь каждой клеточки, которую вы используете для измерения к нулю, вот этот предел и представляет собой истинную длину береговой линии. И здесь представлены зависимости длины побережья разных стран от логарифма той линейки, которая используется для измерения. Мы видим, что для некоторых стран, например, для побережья Южной Африки, не зависит от длины линейки. Побережье Австралии уже довольно сильно зависит. Вот это окружность. для окружности не зависит от длины той линейки, которую вы берете. А побережье Португалии, например, или западное побережье Британии очень сильно зависит от выбранного шага измерения. и оно значительно меньше для малых линеек, которые вы при этом используете. Вот это наблюдение, оно приводит к нам к понятию дробной размерности, а именно фрактальной размерности. Ну, определение фрактала таково, их несколько. Фракталом называется структура, состоящая из частей, которые в каком-то смысле подобны целому. Фракталом называется множество размерности Хеллсдорфа Безяковича, которого строго больше его топологической размерности. Фракталы множество точек, вложенные в пространство. Ну, и фрактальная размерность это дробная размерность. Топологическая размерность непрерывной линии это единица, мы привыкли. Поверхность и размерность два. Поверхность трехмерной какой-то тела, трехмерного тела, например, шара это три. Но есть такие материальные объекты, про которые очень трудно сказать, что их размерность равна какой-то величине. линии. И это поняли люди уже довольно давно, в том числе Хаусдорф, немецкий математик, один из основоположников современной топологии, он был также писателем под псевдонимом Польмангре. Он, как раз изучая береговые линии, показал, что длина береговой линии стремится к величине L от дельта, где дельта это вот как раз длина линейки, равняется A, количество шагов, на дельта в степени единицы минус D. Вот этот показатель D и называется размерностью Хаусдорфа-Безяковича или фрактальной размерностью. Для обычной кривой множитель A равен количеству отрезков. A равняется LN. А показатель D равен единице. Единица минус единица ноль, дельта в степени ноль, единица. То есть просто L равняется A. Но для береговой линии Норвегии, как выяснил Хаусдорф, D примерно 1, 52. То есть полтора. Размерность не 1 и не 2, а полтора. Если использовать этот показатель, то становится понятным или как-то можно это формально становится возможным формально объяснить и определить такие факты, что, например, если измерять площадь альвеол человеческого легкого, использовать при этом оптическую микроскопию, то эта площадь равна примерно 80 квадратным метрам. А если вы будете использовать электронную микроскопию, которая гораздо более подробно показывает вам поверхности альвеол, то вы получите 140 квадратных метров. Таким образом, размерность Хаусдорфа-Безьяковича для человеческих легких составляет 2,17 сотых. Если вы будете изучать мембраны в клетках печени, метахондрии в клетках печени, то для внешних метахондриальных мембран, которые достаточно такие, не очень сильно изогнутые поверхности, то размерность 2,09 ну около двух. А вот внутренние метахондриальные мембраны, которые образуют кристы и которые очень сильно изогнуты, у них размерность 2,53. Вот на эти свойства обратили внимание математики еще раньше. Причем математика вообще такая наука, что сначала изобретаются какие-то формальные объекты очень часто и они изучаются, а потом оказывается, что тот формализм для изучения придуманных для изучения формальных объектов оказался очень полезным для изучения вполне реальных объектов. Вот такого типа фрактальные объекты строили математики еще раньше, например, фон Кох Нильс Фабиан Хельге, шведский математик и основоположник работ по теории чисел, который еще жил в конце 19-го, начале 20-го века, он предложил такой математический объект, кривую, который строится следующим образом. Берется прямая отрезок, треть центральная вырезается и на ней строится такой треугольник. Потом на каждой из этих отрезков тоже строится такой треугольник. Вот получится такая. Еще раз и так далее. Длина этого этой кривой совершенно ясно увеличивается, что сначала это просто было расстояние между этими двумя точками, потом мы добавили еще такой кусочек, потом добавили и добавили. Но эта длина стремится к определенному пределу в том случае, когда все время вы будете повторять эту процедуру. И длину каждого звена можно померить, а хаусдорфовая размерность этого тоже может быть померена и составляет 1, 26, 28. Ну, вот это вот снежинка Коха, если вы будете не на отрезке строить это, а на треугольнике такие объекты. Красиво, конечно. Следующий объект, который также был предложен математикам Басловым Серпинским, польским математиком, он изучал теорию множеств, теорию чисел, занимался топологией и предложил тоже похожий объект, но он предложил в квадрате разбивать его каждую сторону на три части, строить значит девять квадратов и один из этих квадратов вырезать. Потом из каждого белого опять в центре вырезается черный квадрат и так далее. И так это все повторяется. Оказалось, что тоже можно размерность посчитать этого объекта и она 1,89 это построение треугольной салфетки Серпинского. Там у нас был квадрат Серпинского, а это треугольная салфетка Серпинского. Тоже здесь все вырезается и вырезается и получается, что размерность равняется 1,58. Еще до них Георг Кантер, очень известный математик немецкий, создатель теории множества. Теории множества тоже предложил так называемое Кантерово множество в 1883 году. Видите, прошло почти 100 лет, прежде чем Мандельброд те математические объекты, которые изучал Кантер, приспособил и объяснил, как можно использовать этот формализм и этот подход и какое это все имеет отношение к реальным объектам, а именно облакам, предположим, которые также имеют дробную размерность. Ну и в особенности на эти фрактальные множества обратили внимание, когда стали изучать странные аттракторы, которые также представляют собой объекты дробной размерности, потому что эти траектории, они заполняют некоторый объем, но не полностью. Размерность их также два с чем-то. А когда научились измерять площадь, например, альвеол легких оказалось, что тоже эти поверхности, которые фактически заполняют весь объем, тоже имеют дробную размерность два с чем-то. Ну, на этом вот мы с вами закончим. У нас уже и время закончилось. Я еще хочу сказать, что существует еще такая очень важная проблема, которая называется подавление хаосом и управление хаосом. Ну, я вам уже цитировала эту книжку «Основу теории сложных систем». И мы еще вернемся к этому вопросу, когда будем изучать сердечные фибрилляции. Ну, еще несколько вопросов, пара вопросов, ну, таких, в общем-то, философских, на которых нет конкретного ответа. В чем смысл существования квазисохастических детерминированных систем? Когда стало понятным при изучении модельных систем, что это, в общем-то, естественное дело, существование таких систем, то возник вопрос, и он довольно широко обсуждался в биологической общественности, почему, живет ли, как существует жизнь, что она существует на грани хаоса или нет, хаотическое или, например, изменение численности популяции или не хаотическое, ну, мы с вами еще потом посмотрим некоторые примеры из этой области, потому что ответа конкретного на этот вопрос пока не существует. Ну, и, кроме того, мне хотелось бы, чтобы вы привели пример детерминированных систем, поведение которых вам кажется интересным. На этом мы заканчиваем лекцию, посвященную хаосу, фракталам, вот этим вопросам, которые в ясность в которых еще далеко не достигнута и которые еще долго будут обсуждаться, потому что изменения и продвижения в наших экспериментальных методах, например, в нашем понимании функционирования макромолекул, не говоря уже о более сложных клеточных, организменных или популяционных системах, может быть, оно позволит понять и роль хаоса в процессах, которые происходят в живой материи. Спасибо за внимание. Макромолекулы. Макромолекулы.